всем привет здравствуйте дорогие друзья дорогие товарищи любители музыки под условным названием рок под условным названием джаз фанк soul ambient space rock и так далее тому подобное совершенно неважно как называется музыка и я бы посоветовал поменьше пользоваться все-таки определениями названиями стиля потому что я читаю комментарии вижу не очень правильные оценки не очень правильное отношение к музыке потому что упираться в название стиля в определение это hard он заиграл hard и все он заиграл он заиграл прогрессе фрок а прогрессив рук сдох что значит и вот я прочитал прогрессе froth сдох что это значит объясните мне пожалуйста прав прошла что вы имеете ввиду про что вы говорите о чем вы говорите в условно называемом стиле прогрессе froth если пользоваться этим этим определением работают тысячи групп тысячи и они все разные играют абсолютно разную музыку сдох не сдох кто сдох что сдох в общем чушь собачья но я не об этом я пластинки дэвида бовой под названием let's dance вот такой и вот эта болтовня про стили про прогрессив рок почему я на ней завис так потому что я ну я иногда перед тем как начать записывать ролик читаю открываю какой-нибудь дзен там и читаю рецензии в особенности комментарии на рецензии на какой-нибудь альбом и вот в этих комментариях такое рубило попса не попса там просто такое количество гневных отзывов на альбом let's dance как будто дэвид бовой лично обидел нанес оскорбление какое-то несмываемое просто те тем кто пишет эти комментарии но не хотите не слушайте в конце концов что же так рвать на себя одежду и голову посыпать неизвестно чем в лучшем случае пеплом let's dance 1983 год после грандиозного авангардного альбома scary monsters ступила пауза хотя не такая уж и пауза там сквин работа туда-сюда в кино все-таки песни были то есть не пропадал дэвид бовой из виду что славно ну отдохнул как следует загорел стал заниматься боксом это чистая правда это никакая никакие не журналистские выдумки стал заниматься боксом окреп возмужал это видно по его видео интервью тех лет прямо переродился прическу изменил стал таким ну если не матча то в полном смысле этого слова каким крутым плейбоем ну и записал соответствующую классинку танцевально решил я так понимаю что решил сделать опять не то чего от него ждут как всегда записать следующий альбом не такой как все предыдущие это получилось конечно ну такую массовую музыку массовую так вот хватит мудрить запишу альбом нормальной хорошей музыки чтобы людям нравилось вот так вот можно сказать чтобы людям нравилось в они танцевали чтобы они это слушали крутили по радио чтобы был всеобщий кайф и не в деньгах дело даже потому что денег то компания май дал дала по моему что-то около 17 миллионов долларов ему на на перед записью этого альбома когда он принес наброс 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 наброски на демки даже не демки а в общем какие-то ну в общем хороший 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 простой доступный альбом и нифига не получилось потому что все равно альбом получился сложный несмотря на внешнюю простую форму казалось бы да такая около дискотечная история все равно он получился сложный вам получился с кучей смыслов и в текстах и в музыке а про музыку вообще даже я и не говорю потому что если взять заглавную песню названием let's dance довольно длинную ее можно слушать на репите бесконечно там такое количество музыки там так интересно все сделано столько там наиграно всего там такие мысли в музыке в этой самой let's dance не в той тональности до спел ну просто полный кайф и я почитал еще воспоминания найла роджерсон со-продюсера товарища дэвида боуи лидера группы шик все любят наверняка группу шик до хорошую группу юрок испарян ее очень любил во всяком случае не знаю как сейчас вот и он пишет он пишет очень он говорит очень много о записи именно песни let's dance там была конечно история кайфовая но бою встретился с роджерсом в нью-йорке в одном из нью-йоркских клубов роджерс дружил с карлосом аламаром который работал на янг американс и на разных других проектах дэвида боу и они познакомились не уж познакомимся они были заочно знакомы конечно ну как-то так нашли общий язык на почве черной музыки типа а если brothers и решили попробовать сделать что-нибудь совместное такое живот бодрое хорошее свежее живое при этом тоже пришла смешную историю у роджерсов дома был ремонт и дэвид боу ему позвонил кто-то из рабочих взял трубку и услышал это дэвид боу и позовите роджерс и трубку повесил потому что рабочий повесил труб потому что подумал что это розыгрыш пранки звонят какие-то не может сам дэвид боу и звонить вдруг сюда но все обошлось потом они все-таки сконтактировали и улетели в швейцарию где жил дэвид боу и тогда роджерс поселился дома в доме боу и и они стали придумывать что-то боу и придумал песню let's dance набросочки на акустической гитаре роджерс пошел ее аранжировать вместе с дэвидом ближайшую студию и туда пришли джазовые музыканты стали наигрывать на играли кучу всего потом все это сделали попроще переехали в нью-йорк и стали уже записывать альбом и вот эта самая песня let's dance я все время потрачу сейчас на разговоры про let's dance она как горит роджерс она открыла такие такие широкие пространства для игры вы послушайте сколько там всего наверно прикажущейся прозрачности простоте и прикажущейся простом ритме до рисунки вот этому как там играет бас синтезаторный бас живой бас-гитары замешаны как там разнесена перкуссия как там задает тон труба сразу когда боу и начинает вот эти вот рефренные штучки на dance и соло трубы поверх эта труба как горилл роджерс я с ним абсолютно согласен открывает пространство уже в сторону майлса дэвиса уже дальше можно импровизировать как хочешь и сверху еще наиграл потом пришел наиграл еще стивер и воин на гитаре наиграл блюзовые штуки и вот это вот этот синтез черной музыки европейской музыки и блюза чистого удивительно все это смешалось то есть такого раньше в принципе вообще не было чтобы такая танцевальная дискотечная вещь с африканскими делами с перкуссиями с этим ходильником басом синтезаторно-акустическим и блюзовая игра на гитаре вокал боу и импровизации на трубе соло на гитаре блюзовая опять-таки ближе к концу кажется это каша должна быть полная но получилось идеальная красивая мощная прозрачная и драйвовая песня и то что она длинная то очень хорошо можно было бы еще по длиннее а вообще я говорю что и можно на репите просто слушать и каждый раз находить там что-то новое 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 ну в общем очень здорово и пластинка на одном дыхании практически пролетает модулов первая вещь сразу опять-таки с гитары начинается стивера и воина который приклеена была потом уже после записи всего материала и тащит понеслись вперед смотрелов очень здорово песня ложится на ухо china girl как говорят боуи вставила специально для того чтобы и гиппоп получил деньги авторские за эту песню потому что они написали ее вместе и она вышла и вы знаете все на пластинке и гиппопа названием идиот и звучит она там шикарно написали ее давид боуи и и гиппоп вместе но идиот не так хорошо продавался как мог бы как он не занимал те позиции в музыкальной иерархии которые занимает сейчас это конечно грандиозная пластинка одна из лучших на одной гиппопа если не самое лучшее но когда давид боуи записал свою версию china girl опять-таки с гитарой стива и воина вона точнее неожиданно и опять-таки блюзовая соло в этой песне во второй части пластинка но пластинка с бешеным свистом продавалась просто во всем мире принесла очень хороший доход и и гиппоп получил очень хорошие авторские которые помогли ему выглядеть из очередной финансовой дыры своей говорят что боуи сделал это специально для и гиппопа я не знаю может быть и так я думаю что да они все-таки дружили и давид боуи не один раз помогал и гиппопу и финансовые творческие и как просто товарищ более опытный шоу-бизнесе в общем все сложилось хорошо на версия гиппопа мне нравится больше откровенно говоря в она я не буду говорить почему она просто мне лично больше нравится она тяжелее она зверее она яростнее она немножко погрязнее конечно сделано здесь она вырезана такой кристальный звук абсолютно ну там стивер и он постарался конечно тоже с гитарой своей let's dance я уже сказал это шедевр конечно это шедевр и как ни странно я там но в двадцатку лучших песен бубу и и включу несмотря на то что казалось бы дискотека да ну там это сверх музыкальная песня сверх просто там если любите мэлс и дэвиса и все остальное в этом ключе то в нее погружаться и погружаться она отличная вот не нравится мне песня without you я думаю что на роджерс постарался в основном там со всеми этими делами своими хотя я обожаю фанк я обожаю soul я обожаю это все но выдал ты как-то она не легла у меня на сердце моё так вот я говорил что начал с того что дэвид хотел записать альбом такой легкий для всех чтобы люди кайфовали улыбались и слушали но не получилось потому что все равно как бороду сбрить можно мозги то куда денешь никуда все равно движение вперед поиск нового то что называется авангардизм на все равно его не выковыришь и из себя и песня рикошет она конечно никакая уже не танцевальная никакая она нелегкая не никакая она не веселая она сложная нагруженная всякими мелодическими и гармоническими ритмическими ходами и абсолютно в духе идущего вперед дэви дубовой никакого здесь никаких дискотек все уже это ушло criminal world она может быть да может быть она попроще полегче но она достаточно депрессивная она достаточно депрессивная и в ней я слышу но опять таки я кто такой я да я слабила говорю про себя да то что я слышу я слышу то что будет на пластинке на валет мидом дальше и чуть позже тоже а вот как people музыка джорджа бородера или мародера как в россии принято было говорить стихи дави дубовую музыка мародера мародера песня для кино как известно который был написано раньше значительно чем пластинка let's dance вот она зверская получилось абсолютно она просто зверская и не знаю называть этот роком не роком как угодно можно называть но это такая очень убедительная расскажу рок-песня рок-песня просто хорошая злобная достаточно такая ничего ну а последний вот шейки то 5 как и финал первой стороны так финал второй стороны мне как-то ну типа пусть есть и хорошо потому что все остальное настолько шикарно настолько настолько просто номер один что две этих песни они ну да ну такие они да то для меня они не очень интересны просто но опять так я повторю и чай на girl и let's dance песня они меня выносят совершенно амар хаким барабанщик из группы в репорт да все знают его огромная духовая секция ну не огромная там шесть человек по моему общей сложности найл роджерс на гитаре и продюсер стивер и он на гитаре и со-продюсер что немаловажно и дэвид боу и главный продюсер конечно все это истории звук потрясающий аранжировки сверх убедительные интересные и слияние нескольких музыкальных течений несколько музыкальных рек они сливаются все в единую такую течет река волга let's dance и черная и белая и блюз и soul и дэвид боу и и авангардизм все вместе и все очень на месте вот так пошел пить пока